Вы знаете, что такое стоять на ушах? А вот дети средней школы номер 30 имени Гвиша, они буквально стояли на ушах, а все потому, что встречали в стенах родной альбоматор народного артиста Беларуси, великого советского композитора Эдуарда Ханка. Приятно осознавать, что он нередкий гость в нашем городе, а именно сейчас он проводит встречи с молодежью Бреста. Руководство школы очень хотело познакомить своих учеников с этим интересным человеком. Мероприятие действительно получилось зажигательным, не только дети, но и взрослые расплывались в улыбке и в голос, очень громко пели на концерте его культовые песни. Это школа с эстетическим направлением. У нас дети поют, танцуют, рисуют, играют на музыкальных инструментах. И, конечно, такая встреча с таким композитором, столько интересных, замечательных, увлекательных песен, и с ним увидеться, и с ним иметь возможность побеседовать, и обменяться энергетикой, подарить свое тепло. Встреча учащихся 30-й школы с Эдуардом Семеновичем прошла очень тепло, весело и громко. Встретили композитора гостеприимно с песней и танцем. Стоит отметить, что открывшая праздничный концерт ученица 5-го класса Мария Хруцкая с песней «То ли еще будет» очень удивила и запомнилась маэстро. Он был рад и отметил, что это одно из лучших исполнений хита. Сначала мы с мамой смотрели про него, читали его интервью и все остальное. А потом мне уже учительница про него рассказывала, что он великий композитор, учился в 7-й школе, и то, что он писал замечательные песни. Я очень рада, что он заметил меня и похвалил. После концертной части ученики школы вышли на открытый диалог с Эдуардом Ханком. Они задали ему волнующие их вопросы, простые и не очень. И на все, конечно, получили ответы, ведь традиция проведения диалогов очень важна на встречах композитора. Я спросил у Эдуарда Ханка, можно ли написать хорошую песню без образования, отличного. Он ответил, что можно, но все-таки учиться надо. Учение всегда где-нибудь пригодится, конечно же. Как говорит сам композитор, в прошлом году на 50-летие его творческого пути он обнулился. Сейчас находит себя в новых увлечениях и хобби. Уникальность этого человека в том, что он не застыл в прошлом, он не пытается навязать детям свое творчество. Он общается с ними прямо и открыто, рассказывает, что писал песни для их бабушек, дедушек, мам и пап. Поражает и то, как ловко и умело он нашел подход к ребятам. Его искренность, отличный юмор и задор подкупили подчас самую сложную публику. Исполняя свой хит «Самурай», Который, как он отмечает, является его самым любимым. Он так пританцовывал, что это не смогло не зацепить внимание детей. А в результате весь зал вместе с ним пошел в пляс. То ли еще будет. Так что я надеюсь, что мы еще Брест весь обслужим. Пока все школы не пройдем, предприятия и прочее, тогда я спокойно уже могу покидать этот свет. Хотя я планирую до 90 лет додержаться. Знаете почему? Потому что в прошлом году фактически было 50 лет начала творческой деятельности «Потолок и Малиновка». А через 10 лет, когда 90 будет, будет 50 лет «Малиновки». И вот эти главные две песни «Потолок и Малиновка» я дождусь 50-летия. А там, конечно, захочется еще дальше десяток протянуть, чтобы еще что-нибудь было. Подкупает его самоирония, отличное чувство юмора и понимания нынешних молодежных музыкальных трендов. Он исполнил с детьми хиты-исполнителей таких, как Баста, Дима Билан, Милета, М-бэнд и других. Я сейчас у молодежи выступаю, прихожу как тюрькина, а ухожу как Баста, понимаете? Вот так что. Поэтому и выступать хочется. «Она вернется, она вернется, она вернется, она вернется, меняет в роте, она успешен, она заплатит, и она впервые кольцом на пальце». Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин